Рядом с губернаторским лицеем номер 100 в микрорайоне Юго-Запад началась масштабная стройка. Подрядчики начали возведение второго корпуса учреждения. Работы начали в феврале. Сейчас идет прокладка инженерных сетей. Район, где находится лицей, застраивается новыми домами, а в главном корпусе мест уже не хватает. В новом корпусе смогут разместить 550 ребят. Ну, необходимость у нас огромная, потому что на данный момент в корпусе на тысячу мест по проекту обучается уже почти 2000 ребят. Поэтому строительство этого корпуса вызвано просто острой необходимостью разместить ребят, которые уже обучаются. Плюс микрорайон активно очень застраивается, поэтому школу, вот этот второй корпус ждут, конечно, все. Другой социально значимый объект, крытый футбольный манеж по улице Шоумова, готов на 75%. В настоящее время полностью возведены монолитные конструкции. Подрядчики отмечают, строительство идет в соответствии с графиком. Объект планируется закончить в срок к сентябрю. Заканчивается работа по кирпичной кладке, монтаж металлических конструкций, устройство фасада с вентилируемых, мокрого фасада, инженерные системы монтируются. А вот дворец единоборств на улице Александровской сдадут в апреле. Осталось провести внутренние отделочные работы. На прошлой неделе объект посетил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. В одном из залов для гостей провели тренировочный спарринг. Кроме этих трех социально значимых объектов в 2023 году закончится строительство еще пяти. В Ильяновске это театр юного зрителя, детский инфекционный корпус на 100 мест, центр борьбы. В Димитровграде школа на 1101 место, в Барышевском районе новый корпус дома престарелых. Кирилл Савосин, Юрий Конихин, Управда ТВ.